Привет всем! Меня зовут Елена Борщева. И сегодня мы готовим в кулинарной студии Кулинарион для канала Бон Аппетит. Я женщина-водитель-мать, и поэтому сегодня я выбрала рецепт детского творожного печенья. Почему я выбрала именно детское творожное печенье? Потому что у меня уже есть дочка, я жду второго ребенка. И многие дети, я думаю, что многие мамы с этим сталкиваются, не очень любят творог. У меня вообще, моя дочка, не любит кисломолочные продукты, сыр. А им необходим кальций для роста. Поэтому это такой хитрый способ замаскировать творог под такие суперинтересные печеньки, которые мы будем сегодня готовить. Итак, что мы делаем? Мы сначала берем сливочное масло из морозилки, замороженное, и натираем его на терке. Можно готовить, конечно, это печенье с детьми. Главное, позвать их уже после того, как творог будет замаскирован. Дальше мы добавляем туда сахар и немножко разминаем с маслом. Потом добавляем сюда творог. Опять же мы все вместе перемешиваем. И теперь добавляем муку. Быстро замешиваем тесто. Что я еще маскировала? Я еще маскировала цветную капусту под видом картофельного пюре. Ну, как я добавляла, конечно, и картошку. Вот. И немножко добавляла цветную капусту, чтобы хотя бы небольшая доля какая-то витаминов и овощей попадала. Все-таки к моему ребенку. Брокколи не получалось маскировать. Итак, вот у нас получилось тесто. Мы его заворачиваем в пищевую пленку. И ставим в холодильник на 2 часа. А лучше даже на всю ночь. Итак, прошло 2 часа. Тесто охладилось. Такое стало очень ладным, круглым. Пора раскатывать. Собственно, начинается самый интересный этап, если вы готовите вместе с детьми. Что они любят раскатывать, они любят вырезать. Здесь уже можно творить как угодно. У меня будет лось. Елочка. В пару лосю. Невиданное животное. Ну, видимо, медведь без хвоста. Ну, что и всякое бывает в жизни. Наше печенье содержит сахар. Я ничего не имею против сахара, если честно. Ну, в таком виде, в полезном. Потому что, например, в той же самой газировке и в тех же самых леденцах намного больше сахара, чем в этом замечательном здоровом печенье. Сейчас я беру противень вместе с бумагой для выпечки и выкладываю полученное печенье сюда. И ставлю выпекать на 15 минут при температуре 200 градусов. Итак, наше печенье готово. Сейчас я переложу всю эту живность и растительность на тарелочку. Вариаций этого печенья просто множество. Можно делать его, кстати, соленым. У меня дочка любит соленое, например. Получается, что сахар мы исключаем. Если кому-то, например, нельзя сахар. Потом можно добавлять изюм, орехи, мак. Все, что признает ваш ребенок. Итак, наше печенье. Для тех детей, кто любит молоко, можно давать печенье с молоком. У меня дочка, опять же, молоко не очень любит. И я маскирую его в какао. Ну вот и все. С вами была я, Елена Борщева. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Bon Appetit. И самое главное, развивайте воображение, чтобы правильно кормить своих детей. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...